приехали по звонку олегу предлагают купить lancer evolution 5 вот олег его вокруг изучает смотрит это общем продолжение операции перекуп машина стоит 90 тысяч гонконгских долларов ли говорит что его не можно взять и продать за 110 но на самом деле уже опять очередь хотел его купить олег ну покупает алекс олег короче выходит вокруг машины мирно нервяки на никакие вопросы отвечать не хочет прям весь в задумчивости кусает губы думает вот я не я редко вижу олега в таком напряжении но вот именно сейчас тот момент он когда гоняет он не настолько напряжен как сейчас риск вот что любит олег вот как нужно молиться автомобилем олег не уверен в ответе олег не готов купить машину значит дело плохо олег берем кто мы если алекс него не возьмет мы возьмем хорошая сделка алекс говорит что за стоит стоит 150 тысяч можно продать не чтобы за может быть 130 но ее нужно перекрасить и много чего на докрасе прошу пленку сделали и люди будут покупать смотри 90 тысяч плюс пленка 12 102 тысячи при что-то с ней еще поделать плюс 120 120 тысяч и продать за 130 если ты на ей будешь ездить и люди будут видеть они им если кто-нибудь понравится они будут покупать не значки нравится сделать купил за 20 продал за 100 кто же его не любит все любят его но вот вот по аккорду если судить да я бы купил хорошем состоянии но туда-сюда и общем деньги на них тратится как как аж бегом на самом деле мы приехали на базу куда приходят японские автомобили и здесь быстренько растамаживают и продают там стоит civic ek9 пойдем посмотрим короче это это civic ek9 это type r настоящий type r за него хотят 110 120 тысяч гонконгских это примерно 17 18 тысяч американских мне кажется дорого дорого я к сожалению пока не потяну хотя если продать аккорда ну короче пока не знаю не супер крутая сделка не супер низкая цена нет 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 skyline стоит но это не gtr а gts gts не то ни рыба не мясо но машина очень красивая новая розовая машина новая розовая машина новая розовая машина новая розовая машина яков поменял на эту машину а что у них хорошего кроме цвета тысячи пятьсот сиси ты пылесосить будешь на ней я одна эта машина буду суперчарж делать и ты на ней будешь гонять по горе не если я не хочу на ней пылесосить я могу на ней пылесосить и ты не смотришь я боюсь я буду мать представляете олег насколько счастливый чувак покупает машину даже не знает заедет на машину на гору или нет подход олега купим машину неважно какую поставим суперчарж турбину надуем и заедем Außerdem всем я собираюсь с такими секунды на торговля через 20 хп в Вн Ou в �ello в течение сезона, в течение сезона, холодной поверхности, холодной температуры сверху, холодной и ночью, холодной воздух, холодной carro классно заканчивается с высоким детям в авиаторе, очень дороги моё паз и высокая стена, в вашей зле по верхней стены Олег, цвет хороший и крышка багажника очень классная Я думаю, Олегу нужно скинуться на диклофос Олег, знаешь, что такое диклофос? Нет Диклофос это самое лучшее изобретение человечества Которое связано с тараканами, муравьями Здесь будет еще муравейник Да Ты знаешь, что такое муравейник? Нет Такая вот стеклянная коробка И там будут жить твои друзья Они скоро пойдут на другую машину На какую? Нет Я хочу скинуться на диклофос Ормарик Олег, слабо машину Смотри, давай Я поздравляю тебя, Олег, хорошая покупка Олег, зачем ты ее купил? Не я купил Ну и купила А я запрошу, почему купила? Потому что мне нравится розовый свет И все? Да, мне машина не нравится Ну что-то нужно, наверное, делать с аккордом Чтобы он ехал быстрее Ну я думаю, первое, что нужно сделать, это поменять цвет Аккорду Я выбрал Голд Ганди Голд Ганди Это будет мой цвет А мы с тобой классно будем смотреться Я буду на своем аккорде в новом цвете, а ты на этом Не, я на это поеду Прекрасно, как ты думаешь, что нас люди будут думать? Вот я на своем новом цвете и ты на этом Сегодня сюрприз намечается Я должен Я должен Ребят, на канале появилась кнопка стать спонсором Спонсоры будут получать ответы на свои вопросы в приоритетном порядке То есть, задали вопрос, мы с Олегом ответили быстрее всего Вопрос от подписчика по имени Дмитрий Пупков Привет Спроси у Олега, почему он Субари не любит Субари, Субару Олег, почему ты не любишь Субари? Я ему написал, потому что они ломаются Почему еще? Потому что у меня было три Субару У меня была одна Legacy B4 И она была с Тэйш Суэт Винтэрбл Я ее купил один год Я просто, может быть, три-четыре раза на нее ездил Потому что она всегда ломалась Всегда И там всегда было Оверхит Турболик В общем, перегревалось, все текло И вообще ужас Все текло, я не мог больше с ней играть И потом я не играл И потом я Субару Версин 7 купил Сначала это было нормально И потом, когда я долго ездил И опять вот так вот случилось И потом, когда ее ремонтировали Было дорого Все, что нужно было менять Там Энжин нужно было высаскивать И я вообще не мог В Гонконге Такое жаркое место Когда она долго ездит Она устанет Вся машина устанет Она больше не будет ездить Она просто может Можем Хонда будет сил не было, потому что когда поставил на 1 месяц, там надо еще там чистить, а я не мог, я не могу с Субару играть. I'm very bad luck with Subaru. I cannot. Короче, Дмитрий, Олегу явно очень повезло с Субару трижды, поэтому вот ты услышал развернутый ответ на твой вопрос. Комментарий от пользователя Valoha B13. Пусть Олег готовится к гонке. Выезжаю в Гонконг на своей восьмерке. Олег, ты боишься, что приедет Valoha B13 на восьмерке и обгонит тебя на горе? RX-8. О, чёрт! Ты не знаешь, что такая восьмерка? На дорогах нашей страны появился первый советский передний приводной автомобиль, созданный на Волжском автомобильном заводе имени пятидесятилетия СССР. Мне не надо готовиться. Valoha B13. Олег уже готов. Поезжай. Комментарий пишет Денис Третьяков. Мне кажется, у Олега в голове маленький Олежа, который при вопросах про тачки делает... вот так. Понял, нет? Нет. Олег взрослый. Олежа маленький такой. Вот он говорит, что... Денис говорит, что у тебя в голове маленький такой Олежа, который устал уже от машины и делает вот так, когда мы про машинца говорим. Я думаю, что мне маленький Олежа тоже в машине нравится. Понял? Алексей Жаровцев спрашивает. Очень интересно. Олег забыл родной язык. Ха-ха-ха. Расскажи, пожалуйста, как тюнят японцы Civic на R18. Злой вал. Голова от R20. Спасибо. Я видел, что B20 они ставят B18 head. Потому что B20 нормальный B20 у него VTK нет. И много людей они ставят B18 head наверху, чтобы у него был VTK. И там камень меняют и все. Потому что я не слышу, что кто-то B18 делал B20 head. It's just on the opposite side. So I'm not sure if he's talking about B or R. I don't know what R is. Алексей, задай этот вопрос еще раз, но уже со спонсорством. И мы подробно ответим на твой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok